Всем привет, друзья! С вами, как всегда, Александр. И сегодня мы с вами поговорим о кресле от немецкого бренда Osson. Моделька имеет такое интересное название Musco LX Is The Fix. Это вообще бренд, который хорошо себя зарекомендовал на российском рынке и уже, наверное, составляет такую приличную конкуренцию в среднем ценовом сегменте всем остальным до этого популярным брендам. Потому что он ничем им не уступает. И сейчас перед нами такой очень сбалансированный вариант по цене-качеству. Соответствует стандарту i-size. То есть ребенка доверять можно. Это кресло категории 2-3. То есть от 100 см до 150 см роста ребенка можно его использовать. И у него такое идеальное соотношение цена-качество. В общем, здесь лишнего рубля ни за что не переплачивать. И те получаете хороший, добротный продукт за свои деньги. Так что сегодня разберем, что он из себя представляет. Напомню, 2-3 категории идет от метра. И здесь нету пятиточечных ремней. Ребенок пристегивается к вместе с креслом, скажем так, автомобильным ремнем. Давайте сразу это продемонстрирую, чтобы к этому не возвращаться. И очень важный момент, друзья, я не устану это повторять. Когда мы пристегиваем ребеночка автомобильным ремнем, нам нужно, соответственно, провести... Секунду. Неудобно залезть было. Нам нужно провести верхний ремешок в специальном направляющем, который всегда находится в подголовнике автокресла. Проводим его там. Соответственно, чтобы правильно зафиксировать ремень на нужной высоте, нам нужно отрегулировать подголовник таким образом, чтобы вот эта часть подголовника и плечо ребенка было не больше двух пальцев. Старайтесь придерживаться, чтобы один палец проходил, плечо ребенку не давить, ничего, комфортно и все. Если вы поднимете выше, вам покажется так, почему-то удобнее ремень, окажется близко к горлу. Этого допустить нельзя. Вот. В общем, к этому вопросу мы больше не возвращаемся. Как пристегивается ребенок в 2-3 группе, мы с вами разобрались. Сейчас мы посмотрим на само кресло, что оно из себя представляет. И сразу хочу сказать, друзья, по поводу материалов, которые используются в кресле. Да, это не какой-то лютый премиум сегмент и не шелк, но это ткани, которые хорошо себя зарекомендовали в долгой эксплуатации, и они не теряют товарный вид достаточно долго. И при этом, при всем, они достаточно приятны и тактильны. И что мне очень нравится, здесь очень мягенькая сидушка, мягенькая спинка. Спинка тут вообще прям пружинит, очень мягкая, комфортная. Посадка у ребенка образуется в дальней дороге, ему будет комфортно. Кстати, давайте сразу и про комфорт. В таких креслах всегда есть вот такой небольшой свободный ход спинки. Многие ошибочно это называют болтающаяся спинка. Немножко неправильно, это не болтается спинка. Если мы сделали бы производители вот такую посадку, ребенок бы сидел под 90 градусов всегда, ну не очень хорошо, в дальней дороге неудобно. У нас есть возможность немножечко, видите, наклонять. Соответственно, эта спинка примет положение автомобильного сидения, и ребенок будет нормально в положении отдыха находиться. Поэтому по комфорту, друзья, здесь все очень хорошо. Вот, плюс мягкая сидушка, и в дальней дороге, повторюсь, будет окей. И еще, что касается комфорта, добавлю, друзья, здесь в комплекте идет подстаканник. Он прикрепляется с двух сторон, с любой из сторон. Если мы, допустим, от дверь здесь, мы сюда перекидываем, и наоборот. И, например, в моем сценарии у меня, что старшая, что младшая, у нас просто бутылочка воды, это вот наше все. Всегда у нас есть водичка, и всегда она где-нибудь стоит рядышком. Здесь можно поставить прямо в кресле. Поэтому это не бесполезная вещица. Так, что касаемо, как пристегнуть, разобрали. Как пристегнуть само кресло. Давайте посмотрим. Если, например, у вас нет изофикса, это абсолютно не беда. Можно использовать кресло без изофикса. Мы ставим и пристегиваем ремнем, как я уже показал. Вот, если изофикс есть, соответственно, мы используем изофикс. Здесь многие хотят ставить на переднее сидение, но, к сожалению, в 98, наверное, процентах автомобилей спереди нет изофикса. Есть только сзади. Поэтому, если изофикс ставим на заднее сидение, нам нужно, что для этого? Нам нужно вытащить изофикс, что очень удобно. У нас каждая салазка регулируется отдельно от другой, и не нужно одновременно их тянуть. Соответственно, высунули. Защелкнули. Все, щелчок появился. Соответственно, значит, закрепился изофикс. И есть индикатор, который помогает нам увидеть. Воде зелененький такой индикатор. Он появляется только в моменте, когда изофикс сработал и защелкнулся за кузов. Только тогда он будет зелененьким. До этого он зелененьким не будет. Соответственно, вот так мы его пристегнули на изофикс. И, собственно, можем двигаться. Вот. Что еще добавить, друзья? По большому счету, в 2-3 категории сильно много не расскажешь. Потому что это просто сидение без всякого дополнительного функционала. Это своего рода такой каркас, который обеспечивает защиту ребенка. Особенно при боковом ДТП. Здесь на все 100% уже этот каркас начинает вступать в дело. И защищать наших малышей. Так, подытожу. Стандарт iSize. Это стандарт, который имеет это кресло. Это очень высокий стандарт. Высокие требования у этого стандарта. К безопасной перевозке детей автомобиля. Соответственно, мы смело можем доверять ребенка креслу, где есть этот стандарт. Там действительно планку подняли очень сильно по сравнению с прошлым стандартом. Начали более эффективно проверять кресло на уровень безопасности. И, соответственно, с этой пометочкой iSize кресло значит окей. И здесь очень хорошее соотношение цены-качества. И посадка, друзья. Мы уже много раз в мире автокресел проверяли непосредственно эти кресла по посадке. Ну, как мы проверяли. Люди приходили со своими детьми и очень часто выбирают это кресло. Потому что цена-качество здесь просто обалденная. Ссылка, напоминаю, внизу есть в описании. Вы можете пройти и посмотреть актуальную цену на момент просмотра этого ролика, друзья. Ну, а я, соответственно, очень рекомендую. Если ищите дешево, сердито, хорошего немца. Вот, пожалуйста, отличный вариант. Ну, а я, собственно, друзья, закругляюсь. Если у вас какие-то вопросы есть, пишите комментарии. И обязательно на них отвечу в описании. Ну, и, собственно, хочу лишь пожелать сделать вам хороший, грамотный, разумный выбор автокресла для вашего ребенка. И удачи на дорогах. Пока. Продолжение следует...